Всем привет, друзья! Это Бертольд Африканцев. В этом уроке мы с вами рассмотрим основные приемы и принципы нанесения текстур на поверхность ландшафта при помощи кисти. Этот прием часто применяется при создании каких-либо дорожек или тропинок, а также чаще всего применяется при нанесении текстур на вертикальной поверхности. Итак, приступим. Сейчас мы видим такой остров, где очень много песка. Если посмотреть вот сэнда, то он от 12 единиц до 20. Но вас, допустим, все это устраивает, но вы хотите, чтобы зеленая трава росла где-то тоже вот здесь могла вырасти, здесь могла вырасти. И вам для этого нужна отдельная текстура, которая совпадает с основной вот с этой текстурой. Поэтому нужно создать такую текстуру. Взять отсюда текстуру цвета и присоединить к ней тип поверхности, вот этот дефалт. Создаю, называю, допустим, grass grassvet. Здесь дефалт бмп. Так иду в terrain, еще вот, дефалт бмп. И назначаю тип поверхности травы, дефалт. Этот тип, он тут самый первый. Для того, чтобы я мог кистью рисовать, я снимаю галочку автогенерейт маск. Жму окей. Теперь я иду в terrain и жму кнопку layer painter. Здесь у меня есть уже текстура grass wet. Я могу настраивать радиус кисти. Жесткость. Ну, а эта штука, это как бы инверсия. То есть, так я наношу текстуру. Если я нажму control, я эту текстуру буду убирать. А если я вот так вот сделаю, да наоборот. То наносить я не смогу, а смогу только стирать. То есть, если я вот при значении 255 текстуру смогу нанести, то при значении 0 я ее буду стирать без контрола. Посмотрим, вот что будет, если вот такое значение, допустим, 100. Ну, текстура будет наноситься как-то вот непонятно, не совсем целиком. Чуть под увеличим. Вот текстура уже получше наносится. С этим значением тоже можно поэкспериментировать, но я так не делаю. Вот я, допустим, здесь начинаю создавать такие вот островки и островы. Мне вот очень хочется, чтобы вот здесь вот как-то вот тут вот продолжалась вот эта текстура. Ну, и как-то вот здесь вот. Но если, допустим, вам не нравится вот этот вот резкий переход из одной текстуры в другую, то вы можете применить смуз. У смуза тоже есть и радиус, и жесткость, а вот эта шкала не работает. Можно сгладить и сделать очень мягкий переход. Во время работы могут появляться вот такие вот артефакты. Вот такие вот. Это пусть вас не смущает. Что еще можно сделать? Ну, допустим, вы хотите провести здесь какую-то тропинку. Вот так вот как-то вот здесь вот. Ну, я вам советую в таких случаях подсматривать в оригинальных уровнях, что там есть интересного. Давайте зайдем в какую-нибудь, допустим, форт. Вот открылась карта форт. И что тут интересного? Вот здесь есть текстура какой-то глиняной почвы. вот она. Давайте посмотрим на нее. Так, вот она. Значит, свет здесь МФлор 2 БМП. Свойства материала МЭТ ПЕБЛИА. Детализация. Значит, detail, send, gk03, dds, и scale по 0,25. По Z protection у нас здесь по Z. Окей, запомнили. Переходим на свою карту. Добавляем сразу. Тоже там назовем trial, чик сюда, вот текстур и поищем. Но не обязательно то же самое выставлять. Что-то похожее можно поставить. Ну вот, вроде оно, вроде бы оно. Ну вот одинаковые. Текстура просто одна чуть потемнее, вот ее возьму чуть потемнее. И создам новый тип. Переименую назову trial. Здесь что было? МЭТ ПЕБЛИА. Вот оно. Здесь детализация. Найдем сейчас это. Ну, вроде бы вот это было. Давайте посмотрим. Выставлю здесь 0,25. Так, жму окей. И выставляю здесь trial. Снимаю галочку. Автогенерейт маск. Окей. Иду в terrain. В airpainter. И вот он trial. Как пойдет дорожка. Ну вот отсюда и сюда. Вот здесь она соединяется и переходит в песок. Здесь тоже соединяется и переходит в песок. Можно, конечно, было сделать ее потолще. Можно даже жесткость увеличить. Так, ну давайте теперь проведем генерацию, посмотрим что получилось. Пройдемся по этой дороге. Ну, конечно, некрасиво то, что слишком жесткие края у этой тропинки. Ее надо немножко сгладить, разумеется. Выбираю smooth. И переход в песок, конечно же, обязательно надо сгладить. Ну и сами края. Опять генерация. Ну вот уже намного лучше смотрится. Ну давайте попробуем добавить еще какую-нибудь текстуру, чтобы она смешалась вот с этой. И опять возьмем эту текстуру из форта. Вот я вижу здесь текстура такого грубоватого песочка, тоже перемешанного с глиной. Давайте проверим. Так, давайте проверим. Sand foot steps. Наверное, это он. Так, ну-ка. Мазну-ка я вот тут. Да, это он. Давайте посмотрим, какие у него там параметры. Типа. Цвет. Paradise Sand Dry. Paradise Sand Dry. Цвет. Paradise Sand Dry. Тип. Mad Sand Dry. Детализация. Гравел 1. продай sand dry запомним добавлю sand step назову enter chic вот текстур terrain paradise sand dry вот эта текстура создаю новый тип ренейн sand step свойства материала mad sand dry не помню сколько там scale но поставлю пока 0 4 не посмотрел я сколько scale но вот поставлю пока 4 десятых и детализация сейчас полистаю вот 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 есть здесь gravel 1 gravel 1 rotated gravel 2 нам нужно detail gravel 1 ok выставляю sand step тип sand step снимаю галочку с авто генерейт маски ok layer painter ну и посмотрим что это вообще генерация генерация ну в общем то выглядит нормально нормально ну и можно наносить эту текстуру в разные места но я советую немного миксовать с дорогой как это кстати мы видели в оригинальном сорте немножко вот сюда вот вот так вот наносить жесткость очень сильная так вот по краям по краям по краям а потом немного сгладить сгладить ну тут в общем то все выглядит хорошо потом сюда можно накидать камушков и посадить какие-то растения все она прекрасно будет выглядеть давайте проведу генерацию ну да я думаю что в дикой местности лучше всего делать так тропинки не делать их уж очень ровными и с резкими краями потому что все таки это дикая местность и тропинки там не могут быть прямо какими-то вот ровными и вырезанными лучше всего делать так а сейчас давайте посмотрим как наносить текстуру на вот такие вот вертикальные поверхности и тоже перейдем на тот же ford здесь мы имеем вот такую текстуру камня которая лежит наносится на вертикальной поверхности вот вот отсюда мы и возьмем эту текстуру но это как правило называется текстура rock x rock y это должно быть два типа потому что они наносятся как по оси x так и по оси y давайте посмотрим потому что у обоих типов здесь одинаковая текстура цвета но здесь вообще все одинаковое кроме направления текстура цвета парадайз rock grey так здесь свойства материалом и трог но это понятно детализация грн д 007 color scale scale 8 сотых значит запомню грн д 007 детализация и парадайз rock grey этот цвет теперь возвращаемся на нашу карту жму текстур добавляю слой в текстурах называю его рок нижнее подчеркивание x enter чикую сюда лод текстур и в тире не ищу нужную мне текстуру вот она парадайз rock grey бмп и иду в эдит 46 types добавляю новый тип жму на него ренейн называю также рок нижнее подчеркивание x окей свойства материала мы трог здесь жму иду в детализации здесь в текстурах детализации выбираю вот он грн д 007 color скейли выставляю 08 по x и 08 по y и в protection соответственно выставляю ось x окей и слой урок x присваиваю тип рок x снимаю галочку с авто генерейт маск жму окей и теперь в р пейнтнере у меня в списке появилась текстура рок x которую я могу наносить при помощи кисти на вертикальные поверхности на горизонтальные тоже могу наносить конечно но так не надо делать потому что если указано ось x или y это значит что нужно наносить вот слева справа они сверху вниз соответственно по вертикальным поверхностям давайте проведем генерацию но поставим тип генерации dp3 чтобы лучше было видно со всех сторон вот мы имеем такую текстуру в некоторых местах мы имеем неприятные растяжки для того чтобы таких растяжек не было нам понадобится текстура рок y добавляю сюда еще один слой называю его урок нижней подчеркивание y enter так здесь у нас paradise rock grey bmp так что здесь у нас тоже самое terrain paradise rock grey бмп еду выйдет surface types нажимаю на рок x и жму клон выбирая вот этот клонированный тип переименовываю урок y здесь выставляю ось y окей и слой урок y выставляю тип rock y снимаю галочку с авто генерейт маск окей и дуэр пейнтер выбирая урок y закрашиваю растяжки кое-где можно отправить там где не прорисовалась текстура rock x кое-где можно отправить там где не прорисовалась текстура rock x ну вроде больше нету растяжек можно провести генерацию итак после генерации мы имеем вот такую гору ну кое-где по желанию можно подправить после чего надо обязательно опять провести генерацию вот так вот в целом накладываются текстуры на вертикальные поверхности но что тут можно еще сделать ну допустим нанести слой мокрого песка там где вода состыкуются с ушей как это сделать да очень просто добавить еще допустим сэнда ну какую букву сэнд м чик тип мы должны выставить такой же как и сэнд здесь сэнд а вот текстуру нужно уже потемнее чем сэнд у сэнд здесь е3 сэнд драй бмп а здесь значит будет что-то потемнее ну вот такое допустим будет снимаю галочку с автогенерация в р пейнтер чуть побольше радиус вот и просто провожу здесь в том месте где вода состыкуются с песком на берегу и ну и тут конечно же необходимо просто сгладить здесь и конечно же сгладит вот здесь где мокрый песок переходит сухой и можно провести генерацию я очень советую вам если вы все делаете яркий солнечный день то лучше проводить в dp3 так еще раз покажу где это вот lighting и поставьте вот сюда точку выберите dp3 и проводите генерацию она будет проводиться дольше но она годится как раз для более яркой и солнечной погоды но теперь можно прогуляться опять же конечно это не окончательный вариант потому что все настраивается вот здесь вот и высота солнца очень влияет и расположение солнца и вот это вот шкала тоже влияет на яркость и освещение здесь можно подстроить резкость теней вот в этом положении будут очень резкие тени в этом положении они будут очень размытые и интенсивности здесь она будет слабая здесь очень сильная также если перейти в параметр envy роминт то здесь можно настроить цвет окружения как-нибудь по-другому здесь настраивается туман окружение цвет и туман воды но этот урок он не об этом я просто так приблизительно сейчас там все подогнал еще раз генерирую посмотрим что получится ну вот друзья получилось как-то так ну надо сказать даже получше получилось вам останется только подобрать нужные настройки в там вероументе так пройдусь здесь да все получилось довольно неплохо здесь где тропинка там уже необходимо будет по краям поставить камушки посадить траву кустики деревца чтобы эта тропинка получила так сказать свои границы свои очертания а сейчас я должен сказать об очень важном нюансе о котором все должны знать это порядке слоев все вы знаете что в фотошопе чем слой выше тем он главнее и он будет отображаться поверх более нижних слоев слоев так вот здесь все наоборот здесь нельзя например рисовать рок игреком по сент м или рок иксом порог и греку здесь можно рисовать накладывать более нижний слой на более верхний вот давайте в ир по интере здесь то же самое здесь нельзя грасс вет взять и начать рисовать им по сент м а вот сент м может наложиться на грасс ветт давайте посмотрим вот я выберу сент м где у меня тут вот я могу накладывать вот этот песок вот сюда а вот если я выберу грасс ветт я не смогу на наложить его ну вот он накладывается на этот песок на сент потому что вот он ниже чем сент но он выше чем сент м поэтому он на сент мут на этот черный не ложится а на сент он ложится а на сент он ложится ну то же самое с триалом и сент степом здесь если выбрать триал то он не ляжет вот сюда на этот песок вот рядом он ложится а на него не ложится а сент степ спокойно сверху триала ложится и вот что еще немаловажно знать это откуда подгружать текстуры и детализацию в кнопки лод текстур подгружается текстуры жму сюда нужно нажать terrain и выбирать саммит текстуры цвета вот отсюда они должны быть в формате бмп а вот если зайти в тип поверхностей то есть тут кнопка для подгрузки детализации вот она detail текстур жму сюда и детализацию надо подгружать из папки detail чик чик и вот они все детализации текстуры детализации они должны быть формате dds также еще немаловажно сказать о том что типов поверхности может быть всего семь вот у меня здесь создано семь типов поверхности если я нажму add мне не получится уже создать восьмой тип поэтому вы должны понимать и рассчитывать только на то что вы можете создать семь типов поверхности слоев вы можете создать сколько угодно но типов поверхности вы можете создать только семь и так друзья на этом урок закончен надеюсь для начинающих этот урок будет полезен с вами был бертольд африканцев до новых встреч